Будни, разгар рабочего дня, на Бобруйских диагностических станциях очереди из автомобилей. Такую картину специалисты не видели уже лет шесть. Прошлый год и вовсе стал антирекордным. Желающих пройти ТО по сравнению с 19-м стало на 37% меньше. Автовладельцы объясняют это просто. Госпошлина уж слишком била по карману. Но в то же время без документов ездить опасно не только для бюджета, но и здоровья. А отныне правила изменились, стали более либеральными. Первого числа поток машин вырос в разы. Около ста машин ежедневно проходят у нас техосмотр. А это связано с тем, что отвязали от техосмотра оплату за дорогу. Поэтому люди поехали. На смену дорожной пошлине пришел транспортный налог. Его владельцам авто необходимо будет платить один раз в год. К слову, стоимость техосмотра теперь практически сопоставима штрафу за его отсутствие. А это минимум 29 рублей, максимум 87. Сегодня проезд по линии и получение разрешения обошлись в 35 рублей с копейками. Это с учетом скидки. Без нее 39 для бензиновых и 40 рублей для дизельных. Техосмотр у меня закончился еще в октябре. Но я, как и многие другие белорусские водители, выжидал. А что будет дальше? И вот после 1 января, когда все стало понятным, я просто поехал и решил эту проблему для себя. Теперь у меня есть техосмотр и скидочная карта на 10%. Сама по себе процедура диагностики не занимает слишком много времени. На легковой автомобиль у инженеров уйдет порядка 15-20 минут, на грузовой 35. А вот тягач с прицепом проведет здесь больше часа. За две недели 21 года техосмотр прошли несколько тысяч бобруйчан. Причем ажиотаж во всех городах страны. Мнение водителей очень поменялось. И все к этому как-то более положительно отнеслись. С нашей стороны постоянно осуществляется контроль. Соответственно, при проверке водителей мы осуществляем не только техническое состояние, то есть визуальный осмотр трансных средств на перечень техни из Франции, а также на получение допуска к участию в дорожном движении. Сам транспортный налог теперь привязан к факту наличия авто. При этом ценник сбора ниже, чем оплата госпошлины. Годовая сумма по так называемым народным автомобилям, масса которых тонна полторы в среднем составит 60-80 рублей. Оплатить квитанции нужно будет, как только придет оповещение из налоговой. В отношении льготных категорий граждан следует отметить, что у нас предусмотрено снижение сумм транспортного налога на 50% для инвалидов первой и второй группы, для лиц, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, на 25% для инвалидов третьей группы. Всем сразу угодить непросто, но одно точно ясно. Новое введение нашли позитивные отклики у водителей. Есть, конечно, и нюансы, но даже с учетом уплаты налога, потраченная сумма в итоге получится существенно меньше, чем до реформы. А авто до 91-го года выпуска и вовсе освобождается от налога. Раньше физлицу за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении за машину массой до полутора тонн и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль. Сейчас 61. При массе машины от полутора до двух тонн ставка составляла 162 рубля. Сейчас 102. Как ни крути, но ощутимо дешевле. Техосмотр как положено, согласно требованиям. Новая машина у меня раз в два года, без проблем. Были когда более пяти лет машины, более десяти вернее. Каждый год проходил. Это обязательно. Машина должна проходить ТО, чтобы быть самой уверенной, что она исправна. За машиной всегда ухожу, всегда есть огнетушитель, аптечка, все всегда присутствует. Никогда не нарушаю правила дорожного движения. И поэтому сейчас есть возможность пойти, почему бы не пройти, чтобы лишний раз не останавливать сотрудники ГАИ. В этом году тем, кто еще не платил пошлину, придет извещение на уплату авансового платежа одной базовой. А это 29 рублей. И уже в следующем году будет произведен перерасчет налога согласно ставкам тарифов. Таким образом, давняя проблема решена с максимальным учетом интересов каждой из сторон. Все, хорошо. До свидания. Приезжайте еще раз. Спасибо большое. Мне у вас очень понравилось. Будем пользоваться. Каждый год в вашими услугами. Аванес Степанян, Дмитрий Шевцов. Бобру из 360.